Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, и мы продолжаем наш музейный дневник. Мы находимся у здания Покровской старообрядческой церкви. Сейчас мы поговорим о том, каким образом ведет свою научную работу наш музей. И мы сейчас встретимся с нашим сотрудником Волковым Иваном Александровичем. Пройдемте! Иван Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать. Мы рассказываем о научной деятельности нашего музея. Расскажите, пожалуйста, какая в ближайшее время у нас будет конференция и на какую тему у вас написана очень интересная работа. Наш музей очередной раз собирает конференцию «Города Центральной России в истории предпринимательства и культуры», на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории и культуры России. Будут участвовать ученые разных специальностей, связанных, конечно, прежде всего, с историей России, с историей экономики, с историей ее культурной жизни и культурных связей. Будут затронуты разные проблемы. Мы на этих конференциях своего рода – это своеобразный отчет о нашей деятельности. В то же время это и передача опыта своего, наработок, а также мы делимся той информацией, которую нам приходится находить. Иногда мы эту информацию отыскиваем, отслеживаем, но не один десяток лет бывает и такое. Иван Александрович, скажите, пожалуйста, какая у вас тема подготовлена? Тема – это образы святых покровителей и патрональные иконы в собрании Покровской Староапрической Церкви. Я эту тему, в общем-то, задумывал уже на протяжении целого ряда лет, но в этом году собрался и сейчас до сих пор над ней работаю. Хочу рассказать о тех памятниках иконописи, которые изображают покровителей людей в разных нуждах, а также иконы тех святых, которые были соименниками заказчиков данной иконы. И вот на конференции мы в том числе будем рассказывать и об этом замечательном образе. Первая половина XIX века. Святитель Фёдор Эдеский. Чем она привлекает? Ну, прежде всего, она привлекает в своей замечательной сохранности. Вот уже вторая сотни лет идёт, а дерево этой иконы крепкое, живопись до сих пор сохранила всю свою красоту. Конечно, понятно, что потемнение олив и наружные загрязнения есть, но всё равно и, конечно, привлекает своим очень красивым, выполненным из латони чеканным окладом, украшенным стразами. Красными и бесцветными. Чем она интересна лично для меня? Ну, во-первых, очень высокий уровень письма. Это очень хорошо видно и в складках, и вот этим вот золотом декоре, и в украшении Евангелия, и в том, как тщательно выписан лик этого святого. Икона, вероятно, предназначалась для духовных нужд человека очень состоятельного. О чём говорит формат иконы и тщательность её письма. И, конечно, очень красивый, выполненный на высоком уровне оклад, который подражает древним окладам века XVII-XVI. Как атрибутировать икону, какого она времени? Прежде всего, о времени говорит основа произведения. Очень хорошо тщательно выстроганные доски, скреплённые двумя планками, которые скрепляют щит иконы. Они рельефно-филёнчатые. Это говорит о том, что икона достаточно старая, то есть начало первой половины XIX столетия. Ну и тщательность, конечно, ещё раз повторюсь, вот это вот письма. Иван Александрович, расскажите, пожалуйста, есть какие-то данные, подтверждающие, в каком году данная икона оказалась в Покровско-Старобряческой церкви или в Глаше какое-то научное исследование? Каким образом она могла оказаться в нашем музее? Ну, понимаете, таких вот, в общем-то, документов и описей у нас в нашей, как говорится, в нашем музее не сохранилось, потому что, в общем-то, старобрядцы, они долгое время были людьми достаточно гонимыми, которые, несмотря ни на что, собирали старинные иконы и книги, и собирали они из разных источников. Не всегда эти источники, ну, они хотели, как говорится, обнародовать. Скорее всего, икона хранилась у одного из, под память об одном из старобрядцев. Я даже подозреваю, предполагаю вернее, что эта икона была патрональной для серпуховского купца Фёдора Казмича Ерёмина, который был признанным лидером серпуховских старобрядцев именно в это время. Ну, обработка доски, шпонки, манера письма, рисунок оклада, они, в общем-то, совпадают по времени как раз с деятельностью Фёдора Кузьмича. И, скорее всего, они в этом храме... Она изначально, может быть, хранилась в домовой маленной Мараевых. Там, кстати, была икона, принадлежавшая его брату, Григорию Кузьмичу, даже там на обороте надпись есть. И, скорее всего, при построении храма она с частью икон, которые хранились в домовой Мараевской маленной, была перемещена сюда. Очень интересно. Иван Александрович, я знаю, что у нас есть ещё выставка, и там есть икона, о которой вы тоже хотели рассказать. Ну, давайте, пройдёмте. Мы с вами находимся в зале выставки в земле российской просеявшей. Иван Александрович, расскажите нам, пожалуйста, о научной концепции этой выставки. Что самое интересное, что самое основное здесь есть, и почему стоит сюда прийти и обязательно на неё посмотреть? Значит так, научная деятельность вообще в любом музее – это не только описание, атрибуции, введение в научный оборот предметов. Часто научная деятельность переходит и превращается в выставочные проекты, где экспонаты, объединённые той или иной концепцией, они как бы нам рассказывают о той или иной сфере человеческого бытия, будь то история, культура или духовность. Вот у нас этот выставочный проект посвящён тем памятникам, которые именны общим таким названием «Русская святость». То есть изображения и памятники декоративно-прикладного искусства – книги, связанные с русскими святыми, с нашими соотечественниками, с нашими, не побоюсь сказать слово, сродниками. И это одновременно и дань памяти людям, которые жили в России до нас, и одновременно это вспоминаемый, когда ознакомимся с их жизнью, для нас это тоже пример, мы им можем подражать своей жизни. Памятники здесь разного времени, от XVI века до практически начала XX столетия. И она делится на несколько тематических блоков. Допустим, начало русской святости – это образы князя Владимира, его сыновей Бориса и Глеба, образы русских князей Александра Невского, Георгия Вселча, ярославских князей Фёдора Давида и Константина, образы первых монахов русской земли, Антония и Феодосий Кивипечерских, Антония и Римлянина Новгородского. Здесь также рассказывается и о печальных таких страницах нашей истории. Вот, допустим, на этой иконе мы можем видеть князя Георгия Всевдовича, великого князя, это дядя Александра Невского, который пал смертью храбрых при реке Сить в Ярославской области. Он боролся с сатаром-онгольскими завоевателями. Вот, а здесь вот это как бы страшное время XIII века, когда лилась кровь. Но время шло, русские князья понимали, что, к сожалению, монгольская ига на много десятилетий, и надо что-то делать, надо продолжать жить, надо продолжать, надо приходится взаимодействовать с завоевателями. И такой фигурой, которая взаимодействовала с татаро-монголами, но одновременно и укрепляла свою родную землю, был вот такой замечательный князь Фёдор Ростиславич Чёрный, ярославский князь, который был женат на татарской царевне, и которая имела от неё двух сыновей, Давида и Константина, это покровители Ярославской земли. И эта икона – это как бы такая наша ниточка, которая нас связывает с древним Ярославлем. На обороте написано, что эта икона была поновлена, то есть отреставрирована в начале XIX столетия на деньги Назария Ивановича Балова, ярославского купца, торговца хлебом и вином. Известен очень хорошо его сын, он был мэром, как бы сейчас сказали, Ярославль, и очень много сделал, в том числе знаменитая набережная на Волге, она, в общем-то, появилась с трудами вот этого, его сына, да, Балова-младшего. Здесь как бы, во-первых, отчёт и о том, что музей сохранил, и о том, что он отреставрировал, потому что все практически, иконы, которые, видите, они проходят через золотые руки наших реставраторов, понимаете, то есть такая многоплана, и научная деятельность, и реставрационная деятельность, и в то же время популяризация этого, этой деятельности, через рассказы, экскурсии, которые мы тоже с большим удовольствием, когда эти лихие времена пройдут, рады будем предложить нашим зрителям. Иван Александрович, спасибо вам за замечательный экскурс, спасибо за вашу любовь и горящие глаза к вашей деятельности. Желаем вам дальнейших успехов, и успехов в той конференции, которая у нас пройдёт в режиме онлайн совсем скоро. Спасибо вам большое. Вам спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok